Сказать о новых видах и способах совершения преступлений, то именно по этой теме мы сегодня с вами и пообщаемся. Психотронное насилие над личностью осуществляется оружием, запрещенным статьей 6 Федерального закона об оружии, то есть оружием и иными предметами, поражающие действия которых основаны на использовании радиоактивного излучения и биологических факторов, а также электромагнитного, светового, теплового, инфразвукового или ультразвукового излучения, выходные параметры которых превышают величины, установленные законодательством Российской Федерации. Преступники используют несогласованность федерального законодательства и отсутствие специальной уголовной ответственности за применение данных видов оружия. Более того, психотронное насилие на личность сопровождается чипированием и новыми видами воздействий на психологию жертв преступлений, которые определяются и новыми терминами. Так, в связи с психотронным насилием над личностью в России появилась разновидность криминальных действий, определяемая малоизвестным термином «харасмент». Харасмент — это доказательство, это домогательство, причиняющее неудобство или вред поведения, нарушающее неприкосновенность частной жизни лица. Такое поведение может заключаться в прямых или косвенных словесных оскорблениях, угрозах, недоброжелательных замечаниях, грубых шутках, нежелательных письмах, телефонных звонках, оскорбительных или унесительных фотографиях и иных подобных действий. Представляется обоснованным и термин «технология присоединения к биополю человека», термин «биохакинг», термин «присоединенческий паразит». Данную терминологию использует в последние годы активно в своих выступлениях Тимофеева Светлана Юрьевна в связи с совершением в отношении нее серии тяжких преступлений. Еще один термин «кодирование при психотронной обработке». В чем его суть? Психотронное кодирование – это приобретение реципиентам, то есть пострадавшим, устойчивого рефлекса и устойчивых физических реакций на энергетические импульсы, передаваемые через высокочастотное электромагнитное поле. Следует отметить, что кодирование физиологических болевых реакций и функциональных расстройств более свойственны технологии психотеррора. Психотронным воздействием может быть и аудио- или видеовнушение. То есть, когда на какую-то приятную для объекта мелодию накладывается неоднократно проговариваемый текст с замедлением в 10-15 раз. Сознанием такой текст не воспринимается, а подсознание улавливает его и передает мозгу информацию как свою собственную. Такие же способы осуществляются и с трансляцией видео, заставляя на подсознательном уровне любить или ненавидеть, испытывать иные чувства. Среди используемых для этого технологий короткие и ультракороткие волны, на которых осуществляется теле- и радиовещание, мобильная связь, а также инфразвуковые волны и иные разработки. Инфразвуковые волны влияют на колебания человеческого мозга и могут выводить человеческую психику из равновесия, что также нередко приводит к совершению преступлений. В качестве психотронного оружия может быть использован и ультразвук, который способен разрушить память, причинить смерть. Торсионное психотронное оружие используется для дистанционного облучения, может влиять на здоровье человека, изменять его мысли, характер, наклонности, внушать ему волю на определенные действия и даже преобразить человека, действуя на информационную систему его ДНК. С 70-х годов известно о так называемом эффекте радиослышимости, СВЧ-излучателей малой мощности, который заключается в том, что люди, находившиеся в мощном торсионном поле, начинали слышать внутренние голоса, музыку и другие звуки. Психотронное воздействие на личность осуществляется и путем применения разнообразных звуков. Как и отмечено было выше, такое психоактивное оружие получило название «звуковые наркотики». Примерно в 2006 году была создана программа «Айдозер», позволяющая прослушивать аудиофайлы определенного содержания. Как правило, это были звуки, которые вызывали состояние эйфории, подобное тому, которое достигалось после употребления настоящих наркотических препаратов. Более известный термин и, соответственно, криминальное явление – это гангсталкинг. Под гангсталкингом понимается групповое преследование жертвы с круглосуточной слежкой и системой тотального контроля с применением новых технологий психического и морального террора. Для разрушения жизни и уничтожения жертвы без физического воздействия, доведения ее до финансового краха, разрушения личной и общественной жизни. Сталкеры подкараволивают своих жертв у подъездов, на пешеходных переходах, около автостоянок. То есть они используют узкие места, где жертва будет наиболее приближена к сталкеру. Сталкеры пользуются также системой GLONASS, в частности, для сопровождения своей жертвы. Принцип действия системы GLONASS в криминальных целях бывает и иным. То есть со спутника лазером посылаются световые импульсы, модулированный сигнал с зашифрованным сообщением в мозг человека. Психотронные воздействия с использованием системы GLONASS используются и на определенные социальные группы или организации в определенном территориальном электромагнитном поле. У пострадавших постепенно появляются такие явления, как временная потеря памяти, рассеянность внимания, снижение интеллектуальной активности. Относительно групп людей, на которых направлено псевоздействие, следует отметить следующую тенденцию. Все больше общественных организаций берутся под психотронную обработку. В последние годы жестоко терроризируется ряд членов Московского комитета экологии и жилища, членов Международного суда матерей. Для борьбы с такими явлениями создаются новые общественные структуры. Например, Общественный фонд «Антитеррор-антихакер» от ПО «Витосфера» в городе Челябинске. Еще один новый термин – раковый терроризм. Как говорят эксперты, знание ДНК-кода позволяет выработать онкоген человека. Сегодняшнее раковое, а проще говоря, биотехнологическое оружие, работающее на расстоянии, как отмечают, например, латиноамериканские лидеры, решают многие проблемы. Раковый терроризм провоцирует и так называемые психотронные генераторы, которые создаются для воздействия на мозг человека с целью изменения его психофизического состояния. Подвергая человека облучению волнами определенной частоты всего лишь с целью изменения его поведения, в качестве побочного эффекта у него могут развиться злокачественные опухоли. Кроме этого, создание смертельных технологий в секретных лабораториях и многочисленных корпорациях позволили превратить жилье законопослушных граждан в экспериментальные площадки, а самих людей – в подопытный биоматериал. Так как все перечисленные тенденции современной преступности указывают на необходимость изменений и уточнения действующего уголовного законодательства, и так как законодатель до настоящего времени не закрепил уголовное наказание за рассмотренные деяния, инициативной группой в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации были направлены законопроекты с обоснованием целесообразности установить уголовную ответственность, которую следует отразить следующим образом. Необходимо дополнить часть 2 статьи 105 этого умышленного убийства квалифицирующим признакам, таким как применение оружия, поражающего излучением. Следует дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации такими статьями, как 221 прим, прим 1, применение запрещенных к обороту электромагнитных и инфразвуковых, ультразвуковых или иных других видов излучателей с целью причинения вреда, статьей 221 прим 2, незаконное обращение запрещенными к обороту электромагнитными, инфразвуковыми, ультразвуковыми и иными видами излучателей или носителей информации по их изготовлению или применению. Статьей 221 прим 3, незаконное изготовление излучателей, запрещенных к обороту. Статьей 221 прим 4, хищение вымогательств или либо вымогательств электромагнитных, инфразвуковых, ультразвуковых или других видов излучателей, запрещенных к обороту. Статьей 221 прим 5, незаконное применение специальных технических устройств, программ по кодированию или препаратов с целью управления психикой человека. Статья 221.6. Незаконная разработка, производство, приобретение, хранение, перевозка, передача, сбыт специальных технических устройств, программ по кодированию или препаратов, предназначенных для управления психофизиологическим состоянием человека. Статья 355.1. Разработка, производство, приобретение, хранение, перевозка, передача, избыт электромагнитных, инфразвуковых, ультразвуковых и иных видов излучателей, предназначенных для применения в качестве оружия массового поражения. Статьей 356.1. Применение электромагнитных, инфразвуковых, ультразвуковых или других видов излучателей в качестве оружия массового поражения. В настоящее время перечислены законопроекты, направленные в Государственную Думу И были зарегистрированы 6 декабря 2018 года. Если меня услышит Государственная Дума, то регистрационный номер 2.8-15-187-147. И второй регистрационный номер 2.8-15-187-155. До сих пор ответов из Государственной Думы не последовало. То есть где эти законопроекты, рассматриваются они или ведется ли по ним какая-либо работа, неизвестно. Необходимо также принятие отдельного закона на федеральном уровне о психофизической безопасности населения России. Благодарю за внимание. Если есть ко мне какие-то вопросы, пожалуйста. Пожалуйста. Галина Петровна, а скажите, в данном случае, что люди делают, чтобы минимизировать? Потому что в федеральном законе понятно, что необходимо принять, но и так далее, и так далее. Страмбанное радио, оно как-то разнесет? Для того, чтобы минимизировать, допустим, потери, на результате которой создает население? Что нужно делать, а делать, а делать, а делать, а делать, а третий вариант, и так далее. Алгоритм какой-то, понимаете, самый минимальный? Конечно, нужно разрабатывать минимальный алгоритм действий, как Вы сказали. Но эти действия должны служить доказательствами в уголовном судопроизводстве по данной категории дел. И для того, чтобы собирать доказательства, нужно прежде всего грамотно проводить замеры. Мы сейчас столкнулись с такой проблемой, что люди проводят замеры у себя дома, для того, чтобы зафиксировать вот эти криминальные излучения. А замеры не принимаются правоохранительными органами в качестве доказательств. Правоохранительные органы требуют лицензии, сертификаты. И только тогда, возможно, будут рассматривать в качестве доказательств эти замеры. Но пока что еще нам не удалось создать такого прецедента по возбуждению уголовного дела. Хотя ряд постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела отменялись, так как на самом деле постановления выносятся незаконно, преступления совершаются с излучающим оружием. Но пока нам не удалось добиться возбуждения ни одного уголовного дела. Кроме того, что нужно провести правильно замеры, нужно собрать другие доказательства. В частности, медицинские доказательства лучше, чтобы это были клинические какие-то документы. То есть обязательно нужно сдавать кровь и другие анализы. В крови при излучении, как правило, повышен билирубин. Присутствуют различного рода металлы. Какие? Свинец, например. Кроме этого, потерпевшие мне присылали анализы с мышьяком. То есть мышьяк находили в крови, свинец. То есть различные. Нужно просить сделать анализ на все виды металлов, какие существуют в таблице. Я могу судить только по своим исследованиям и по тем справкам потерпевших, которые присылаются мне. То есть с медиками я на эту тему не разговаривала. И сама я не медик. Более компетентно я вам по этому поводу ничего сказать не могу. Ярких примеров вы не можете привести. Я зачитаю. Почему? Вот Никонова Людмила, Московский комитет экологии и жилища, Алла Яковлевна представитель здесь. Комитет экологии и жилища, все яркие примеры она приведет. Да. Значит, вот там мы выложили видеоролик по Никоновой Людмиле, значит, которая демонстрировала свои телесные повреждения, причиненные ей оружием, поражающим излучением. И она же, в общем-то, предоставила мне лично для просмотра документы о повышенном билирубине в крови. Каждые полгода или один раз в год она ложится в больницу и чистит кровь. И, в общем-то, по ее мнению, это результат излучения. Природа излучения пока неизвестна. Куда бы она ни переезжала, все равно излучения проявляются. Нет, дело в том, что и у ребенка аналогичные телесные повреждения после сна появляются. Именно после сна? Да. И потом, для излучения, для оружия такого, излучающего типа, характерны определенные телесные повреждения. Вот на сайте Московского комитета экологии там тоже очень много выложено различных снимков и видеороликов, которые демонстрируют эти телесные повреждения. То есть, примерно у всех одни и те же телесные повреждения. Синяки, ожоги, рубцы, резцы или, как точнее будет сказать, гематомы. Отечности. Отекают ноги, как правило, у потерпевших. И сейчас все жалуются на головную боль и санализоваться. По-моему, это общий характерный признак. Ну, это не главный критерий для того, чтобы доказать излучение. Конечно. А какими приборами можно зафиксировать? Да, вот здесь выступал физик, насколько я понимаю. Вот эти вопросы лучше к нему. Я подставляю слово Бойко Сергею Ивановичу. У него несколько другое направление народосбережения, но, тем не менее, к кем укладывается. Подготовиться кому? Петуховой подготовиться. Да, вот здесь присутствует. Сейчас Петухова, потом вам будем предоставить. Сейчас Бойко, потом Петухова. Так, ну что, можно говорить, да? Значит, этой ситуации можно было бы не допускать еще 30 лет тому назад. Да, я вам говорю это ответственно. Вот я это дело напомнил совсем недавно, 16 мая 2019 года, на Московском экономическом форуме. Сорокину Дмитрию Евгеньевичу. Не знаете такого? Да, я знаю. Так вот, Сорокин в 1989 году, или 30 лет тому назад, он работал, он работал, знаете кем? Он работал заместителем директора по науке Института экономики АНСР. И тогда этот институт, наверное, слышали такую фамилию, Абалкин, который был заместителем, да, короче. А вот короче, это заключается в том, что я ему сказал 16 мая прошлого года, Дмитрий Евгеньевич, можно было не потерять СССР, если бы делали, как я говорю. Так вот, речь идет о чем? Речь идет о том, что вот был такой, был такой, Бюн Бавер, вы, наверное, тоже не слышали, Бюн Бавер был такой. Он жил с 1851 по 1914 год, это был очень умный человек, трижды возглавлял Министерство финансов Австро-Венгрии, был председателем Верховно-Апелляционного суда, президентом Академии наук, был пожизненным членом Верхней Палаты парламента. То есть он был на уровне, экономист. Так вот, да, и вот он что заметил, то есть наши экономисты, наши экономисты, вот современные, они пропускают мимо. Вот, а он заметил о том, что, значит, в 1851 году вышло, вышло второй, нет, в 1855 году вышел второй том капитала Маркса. Где Энгельс написал, а тогда Бюн Баверку было всего 4 года. Маленький еще, он не понимал, но со временем он понял, когда уже был министром финансов трижды. Так вот он сделал акцент на что? Покажите образование одинаковой средней нормы прибыли на основе закона стоимости. И вот представьте себе, три страницы у Маркса, да, 327-329, там много-много читать можно уснуть. Но вот эти вот три страницы можно ввести в две строчки расчета. 11 плюс 1 равняется 12, я понятно сказал? 11 плюс 1 равняется 12, 8,5 плюс 1,5 равняется 10, понимаете? То есть себестоимость снижается под влиянием производительных технологий, цена падает, надо прорвать рынок сбыта, а прибыль растет. То есть увеличение прибыли снижает цену товара. Не допускается инфляция, а тут еще и покажите образование одинаковой средней нормы прибыли. Это значит нет коррупции. И вот этот вот алгоритм, который дает такую возможность, мы вот 3 января, вот Миронов Анатолий Степанович не даст соврать, он тоже участвовал в этом вебинаре, этот алгоритм устойчиво выравнивает плановую среднюю норму прибыли. И когда я сказал этому Сорокину, а сейчас он знаете кем работает? Не знаете. А он работает сейчас директором департамента экономической теории финансового университета при правительстве РО. Вот так вот. Так вот речь идет о чем, понимаете? Они все знают, но делать никогда не будут. И вот в этом плане очень опасно. Мы это проверили здесь на уровне СССР тогда, а это уже было. Затем Венесуэла, Мадуро заявил 18 мая 2018 года. Слышали? Что он сказал, помните? Он сказал, он сказал, он сказал, я могу совершить экономическую революцию, понимаете? А вот этот алгоритм оказался у него. Но там сделали так, что мне отсекли. В Беларуси такая же ситуация, не дают добиться, добраться до Лукашенко. То есть внедрение этого алгоритма позволит вот все вот эти вот вещи, о которых вы говорите, как вот ветром сдует. То есть мы можем получить кредитную ставку процентов, вот сейчас она 30 процентов, да? Один процент. Раз. Затем, значит, так построить фабрики и заводы, а у нас их 78 тысяч предприятий не стало на 12 апреля. Да, не стало. Крупных и средних. Понимаете? И процесс этот продолжается. Рентабельность падает, помимо воли людей, а это действует в закон стоимости. Вот в чем дело, понимаете? Предприятия все стараются поднять ее, а она падает. 1992 год, рентабельность продукции 29,3 процента. 2017 год в тренде 6,7 процента. И 78 тысяч предприятий нет, и процесс этот сейчас продолжается. Вот. И вот такая получается картина. Короче говоря, в прошлом году у меня была опубликована монография на международном уровне. И я не думал, что мне удастся опубликовать, а там опубликовано приложение 16. Алгоритм Бойко в теории решил все проблемы мировой экономической науки и требует от работников, научно исследователей, институтов по экономике на планете, писать заявление по собственному желанию. Это не мания величия, просто результат исследований. Вопрос. Значит, они будут писать, эти академики типа Сорокина, заявление по собственному желанию? Не будут. Значит, нужно думать, как. Кто в этой ситуации может решить? Как будто бы Путин, он за госкорпорации. Почему я так говорю? А у меня с ним одна школа, с Путиным. Почему школа? Федосеев Владимир Анатольевич, доктор экономических наук. Я у него в 90-м защищал, в году, в 1990-м. А Путин в 97-м. А, у того же человека. Да, у того же человека. Он воспитал, в общем, из меня государственника. И из него тоже, у него тоже по госкорпорации. Вот. Ну, сейчас самое главное, это Лукашенко, я так понимаю. Ну, вот я верю в это дело. И мы в этом плане как раз пробиваемся. Поэтому, в общем-то, те вещи, о которых вы говорите, их можно, знаете, вот так ветром сдунуть. Только подписывает Путин необходимые указы. И все. Но говорят, что это невыгодно, как вот мы пообщались, да, тем, кто его окружает. Понимаете, какая картинка? То есть, для человечества ситуация опаснейшая. Можно все это дело решить, было еще 30 лет назад. Можно и сегодня это решить. Но у нас... Ну, не то что, знаете, как бы вам сказать. Доктора экономических наук, вот жаль, что здесь нет Ковалева, Аристарта Алексеевича. Когда я ему зачитал вот это вот заявление Энгельса, он говорит, я марксист такой. Он говорит, а я в этом и разбираюсь. А написал он манифест коммунистической партии 21 века. Понимаете? Вот в чем дело. И он говорит, что он разбирается. Может быть. Ну, тогда вот посмотришь на него, как вот он это... Он умеет только руками вот так развалить. И они, между прочим, ситуация такая, все такие. Вот в чем дело. Так что выход есть из ситуации. Так, все. Спасибо. Я председатель Московского комитета экологии и жилища Петухова Алла Яковлевна. Мы занимаемся более 20 лет, мы занимаемся тем, что помогаем людям, как можем. То есть мы даем информацию о том, что это оружие существует, что нужно как-то с ним бороться. Значит, но борьба с этим оружием не получается. Почему? Значит, наши силовые структуры, ни одна силовая структура не хочет этим делом заниматься. Когда, значит, заявления идут на нашего президента Путина, они отписывают это в Министерство внутренних дел. Что делает Министерство внутренних дел? Вместо того, чтобы проводить замеры, у них есть управление К. Значит, они спускают все на участкового. Что такое участковый? Мы знаем, мы даже не знаем, какое образование он имеет. Не то, что может он владеть приборами для замеров тех или иных излучений. Значит, какие виды излучения существуют, применяются? Это ультразвук, инфразвук, СВЧ, КВЧ и низкие частоты. Значит, зависимо от того, какие виды частот применяют. Причем, значит, используются. Если раньше использовались, немцы использовали концлагеря, то сейчас используют квартиры. Люди в своих квартирах не находят себе места. Вот. Их облучают, их уничтожают. На флешку мы записали то, что делают с людьми. Это ожоги, гематомы, это порезы. Вот. Значит. Ну. Порезы. Ну вот, понимаете, я вам скажу. Вот идет луч. И он раз черкнул. И он через все ваше тело вот прям оставил этот самый след. Это вот вам порез. Он тоже как бы ожоговый тогда получается. Ну, он, вы знаете, он не совсем ожоговый. Ожог это ожог. А это вот, ну, как, ну, именно порез. Значит, ультразвуковое, вот сейчас говорят, что много, это самое, взрывы в подъездах. Почему они происходят? Да потому что используют, ну, вот эти самые, ставят на трубы, на трубы. Ставят ультразвук. Ультразвук раскачивает трубы. И тут же проходят трубы газа. Начинается утечка газа. Кто-то приходит, черкнул, и все. И получается огромный взрыв. Значит, об этом умалчивают. Какие-то замеры вы на нем от приборов у вас делаете? Значит, есть у нас приборы, замеры мы делаем. Какие? Как какие? Электромагнитного излучения, электрических полей. Значит, я вам могу сказать, я говорю вам, что излучения бывают, я вам сказала какие. От этих излучений, значит, бывают ожоги, порезы, гематомы. Значит, все это фиксируется. Мы стараемся людям сказать, ребята, фотографируйте. Это ваше доказательство. Значит, приборы, мы столкнулись вот с какими вещами. Значит, делали мы замеры у одного человека. И нам сказали, а у вас приборы не сертифицированы. Да, у нас приборы не прошли проверку. Но если вы такие умные, значит, докажите, что мы не правы. Приезжайте со своими приборами и докажите, что наши приборы негодны. Но они этого не сделали. Просто отмахнулись и все. Это МВД наша знаменитая, это наша полиция. Значит, у нас в нашей стране не работает ни полиция, ни прокуратура, нет ни судов. И гражданам обращаться некуда. Все обращаются к нам. А мы что можем делать? Мы написали прямо в чайке письмо. Мы общественная организация. Мы не силовая структура. Мы не можем помочь людям оградить их от этих видов излучений. Ну, вот и ныне там. Вот и ныне там. Значит, облучение людей ведется... Вот я покажу. Вот смотрите. Значит, все излучения проходят сквозь стены спокойненько. Могут с соседних квартир вас облучать. Могут облучать со зданий напротив. Ну... Значит, я вам скажу, защиты пока мы не нашли. Сколько мы спрашивали, сколько мы узнавали. Значит, единственное, могу вам сказать, что СВЧ не любит воды. Если вы чувствуете, что вас жгут сильно на мокрую тряпку и на то место, куда вас жгут. Это голова, там тело. Вот все. Все, что мы можем сказать. Дальше. Значит, от этого самого ультразвука применяются мягкие. Это поролон, резина. То есть она не может пробить. Ультразвук не пробивает такие. Они пробивают железо, там твердые эти самые. То есть железо пробивает, а поролон нет? Нет. То есть, понимаете, И тут уже, когда начинают... Дело все в том, что вот спрашивают о защите. Ведь если вас облучают сверху, у них там несколько видов стоит излучателей. У них там и ультразвуковые излучители, и СВЧ. Она включила, ага, СВЧ у ней не пошло. Она тут же переходит на ультразвук, инфразвук. И вас все равно достанет. Значит... Сразу несколько видов пробуют использоваться? Конечно. Сверху, этажом выше? Сверху, этажом выше. Ну, этажом выше, сбоку, снизу, по-разному. Где они найдут квартиру? Когда берут человека, они начинают тут же искать квартиру соседей. Кто из соседей пойдет на это дело? Значит, находят. Это с их согласия? Согласие с соседями делают? Да, с какого согласия? Ну, этим соседям платят, они продажные люди. Что говорить о них? А цель-то какая? Цель-то какая? Это, значит, манипуляция людьми. Зомбирование и манипуляция людьми. Что такое зомбированный человек? Его можно заставить все, что угодно сделать. Это террористы. Это, вот, надо, например, там, кого-то оболгать или что. Он это все спокойно сделает, понимаете? А тот, кто им манипулирует, он остается в тени. И его не видно, и никто не знает. А знает только этого зомбированного человека. Дом двухэтажный находится в пятидесяти метрах от железной дороги. Там напряжение 3300 вольт. Рядом стоит вышка 15 метров. Вышка огромная, другие 15 метров, еще одна вышка. То есть, завозили оборудование вот такое, по 17 вот таких коробок, все это вешается. Значит, при всем нашем напряжении и в распотребный отзор не приходят, ничего не проверяют. Видимо, еще раз. Надо писать, писать и писать. Потому что подобных вышек очень много. В ПДК нигде не стоит размер зор жилого помещения. Это вообще настолько возбудительно. Но вы сейчас вопрос задаете или выступаете? Нет, я дополню. Вы знаете, я вам могу сказать, что да, мы зафиксировали целые раковые дома. Значит, это делалось специально. Это опыты над людьми. И дело, и наше правительство прекрасно об этом знает. Поэтому вы никого не вызовите и не заставите их принимать какое-то решение. Прикорняются военные заказы, заказы властных, силовых, в том числе и криминальных. Это научный бизнес, где он делается на мирных гражданах. Без их ведома и согласия. Мишени для отработки оружия и бесплатный материал для проведения опытов превратил этих людей в целевых людей. Узников современного мирового концлагеря. Значит, дело все в том, что это не только в нашей стране. Значит, наш комитет известный во всем мире. Нас приглашали в Брюссель. Там проходила международная конференция против этого оружия. Нас приглашали в Берлин. Нас тоже там? Да. Еще лучше. Да. Сейчас, значит, что мы сделали? Мы, значит, все это поняли. Мы выпустили проект конвенции о запрете излучающего оружия. Направили генеральному секретарю ООН. Значит, нас пригласили в ООН, в Женеву. Ну, не знаем, удастся нам туда поехать или нет. Все связано с деньгами. Все не так просто. Значит, что можем, мы делаем. Но я вам говорю, что это все трудно, потому что все силовые структуры не на нашей стороне. Все. Спасибо за внимание. Спасибо. Все говорят о увеличении продолжительности жизни. доказательной медицины. Но в конкретных результатах, то, что данный метод увеличивает продолжительность жизни на столько-то процентов, очень мало, практически нет. Есть биохакеры, они пытаются что-то сделать. То, что я вам буду говорить, реально доказано, строго математически нельзя провернуть увеличение продолжительности жизни на 20-25 процентов. Миллионалов абсолютно нет. Подобно. Значит, в чем состоит этот метод? Я сейчас расскажу результаты. Все наши медицины, за очень маленьким исключением, это не доказательная медицина. Например, вы помните, недавно, не так давно по телевидению, масса лекарств, там арбалет... Арбидол, да. Голик вам все рекламировал, все, потом этого она скинула. Эффективность ноль, если не отрицательно. И масса лекарств... Вы возьмите любой рецепт, который вам предлагают в аптеках. Там столько противопоказаний, что вы быстрее умрете, чем выздоровеете. Лекарственная мафия никогда от своих денег не откажется. Вы приехали, значит... Чем объясняется это? Это объясняется очень низким уровнем подготовки врачей. Как тех, которые учились, так и тех, которые учатся. Особенно в поеке. Почему? Потому что основа медицины это анатомия. Анатомию очень плохо знают, но современные, но есть... Одних анатомий существует десятки видов. И знание каждого вида анатомии очень сильно зависит на здоровье. Ну, например, обычная анатомия и динамическая анатомия. Товарищи, я прошу дешевле в зале, потому что не слышно. Значит так. Какие результаты достигнуты этим методом? Конкретно доказаны. Значит, чемпионаты мира у борцов выиграли. В 2014 году Олимпиаду лыжники выиграли на дальней инстанции. Есть подтверждение. Это раз. В 10 пяре. Да, да. У нас учились, проходили обучение космонавты, летчики-испытатели и масса других специальностей. Причем летчики-испытатели военные, они возвращались к военной службе. Значит, среди наших сотрудников нашей фирмы есть профессор Варбалонов, ему 86 лет, ведущий специалист Института авиационно-космической медицины. Это раз. Потом, еще следующее. Из военного госпиталя много специалистов Института пирогов, которые участвуют с нами. Есть отзывы нескольких академиков. Они не будут рисковать своей репутацией. И отрицательный отзыв. Значит, какие результаты достигнуты? Хронические заболевания органов пищеварения, позвоночника, хронические нарушения функций простаты, неврозы, быстрая утомляемость, гипертоническая болезнь в первой-второй степени. Например, приходит пациент, давление 190, за одну процедуру падает до 120, но потом надо продолжать. Это реальные цифры. То же самое с сахаром в крови. Снижение избыточного веса, ощутимая подтягка живота. Рекорд, поставленный на конференции, был 18,5 сантиметров умбран у женщины за время конференции прямо на результатах. Можно здесь у любого брать живот, в окружности, ну по максимуму, по максимуму не верите и так далее. Дальше. У нас только одна треть из школиков готовы к военной службе. Масса недостатков каких? Это сколиоз, сердечно-сосудистые заболевания, плоскостопие, все. Если регулярно без лекарственных методов с помощью разработанной аппаратуры воспользоваться, мы этих недостатков устраним. Значит, этим же методом можно любого человека за 10 минут буквально и в состоянии депрессии вывести в состоянии эйфории. Это примерно 100-150 грамотки, и лицо будет как у дырочка такого, гадостого причем. Это можно тоже показать практически на любом. Значит, медицина нам дает только 15% здоровья от них зависит. Все, процентов 20 дает генетика, все остальное зависит от отношений к здоровью. Автору, автору 81 год, он сейчас... Тише. Он сейчас на Кавказе, я мог бы фильм показать, но здесь не очень удобно. Катается на горных лыжах, в средней скорости 90-100 км, к примеру. Одного из наших клиентов в 81,5 года, младшему ребенку 2-2 года, вот такие результаты... То есть он еще и отец? Да, нет, нет, другой, 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 да, да. Но жене его, правда, не столько, не 80, жене 40 лет. Если и желающие подтвердить эти результаты, прошу просто. Дальше. На чем основано такое? Я дадем еще, времени не хочется мою, а потом вы говорите. Значит, все врачи бегают от нас, как от бешеных собак. Почему? Лечат таблетками, а мы не верим, говорим, быстро результаты. Лечитесь медленно и долго. И говорят, это внушаемость. Какая внушаемость? У нас, вот, покажу фотографию на собачке. Собачка хромала, за счет восстановления внутренних органов, правильного движения, с собачки прошла хромота. Собачкам внушениям не поддается. Дальше. Почему у нас не внедряется, с одной стороны? Потому что метод используемый, это метод динамической анатомии. Простой анатомию плохо знают, а динамическая анатомия, как органы сокращаются, как они приводятся в движение, как сосуды, усвоить очень тяжело. По сложности это сложнее, чем теоретическая физика. Поскольку я владею теоретической физикой учиться, я могу сравнить эти две методики. Простой пример, значит, приходил пациент, 30 лет, инвалид второй группы, проблемы с мужичком, повреждение мужичка. Якобы, врачи писали. За два сеанса восстановилась, и сейчас инвалиды сняты. Совершенно нормально. Значит, чем мы оборудованы теперь? Чем суть этого оборудования? Методики. Сейчас я покажу. Ну, можно свет выключить и показать, и повернуть немножко. Я буду показывать. Ну, так, ага. Еще в 1905 году, Луриат Нобелевской премии, выдающийся физиолог Пагмер, вел такое понятие, как треугольник здоровья. Здоровье, короче, смотрите, левая сторона, это химические составляющие, так, поступление полноценных веществ, пищи, воздухом, лекарствами и так далее. Это занимаются фармацевты и врачи. Правая сторона эмоциональная составляющая, положительное отношение к себе и к миру. Этим занимаются психологи, которых развелось свое ульма. И самое не, самое основное, это структурное составляющие, это правильное взаимодействие, расположение позвонков, суставов, мышц, костей, мебрам, внутренних и так далее. Ну, простой пример, вот доказательство, то, что мало вообще занимается. Есть такое понятие, в религии давно уже родовое проклятие существует, так? Детский, кто-то наложил порт, и все. На самом деле, родовое проклятие, это не есть религиозное понятие, это есть абсолютное физическое понятие. Когда человек рождается, зависит от опыта той или иной акушерки, у него сдвиг черепа, костей, которые очень мягкие, из-за этого и масса болезней, включая соседей, которыми страдает масса и так далее. То есть от искусства акушерки зависит будущее всего человечества. Их готовят плохо. Надо уметь еще с плодом работать, и чтобы не было подлетения черепа. Если вы на себя каждый посмотрите, зеркало, так, элементарно, то можете убедиться, ну, 100%, я вижу, у вас, ну, может, 90-90%. У каждого одна сторона больше щеки, другая меньше. Посмотрите. Методами храниотерапии эти дефекты справляются, и у вас сразу и умственные способности увеличатся, и... Так это из-за акушерки? А? Конечно. Да. А там вот так, выходит ребенок, они сдавят его. Из-за акушерки, но они сдавлят, например, неравномерно, кости, черепа. И питание, тем более, если бы в раннем детстве, если бы врачи знали бы технологии, могли бы восстановить. Но они не хотят этого. Может, и не хотят учиться, и так далее. Ладно, пошли дальше. Значит, все внутренние органы находятся в непрерывном движении. Функции органов зависят от их расположения и движения. У взрослого мужчины, например, средняя, печенка весит 4-4,5 килограмма. Но она в виде треугольника, если помнить. Она, она должна нижний край печенки должен на верхнем, на уровне нижнего ребра, находиться. У всех он у вас опущен, и у женщин тоже ставлю. Давит на почку, почка выжимается, от этого и почечная гипертония, и так далее. То есть и почки и движутся неправильно. Более того, в организме, в организме человек более, полноценный количество сосудов, артерий, микровен, ободочные артерии проходят. На ее поверхности тоже и вены сосуды, и на поверхности этих маленьких нервных сосудов тоже свои. И они все неправильно двигаются, и нет кровотока. Ну, простой пример. Сферальную машину шланг перекрутить, и она не будет работать. Будет, но плохо. Такие шлангов у вас миллионы десятков и так далее. И пока мы не восстановим движение кровотока. Ну, простой пример. Во время наших процедур человек совершает довольно энергичное движение, по смыслу пульс должен возрастать. У нас после упражнений пульс падает, причем значительно. То есть, у любого человека потом есть процедура, которая можно, например, за счет возобновления нарушения объемозного оттока убрать давление почти-то нормально в большинстве случаев. И научить этого человека еще без всяких лекарств. Не восстанавливая движение, никакой бы лекарств вы не принимали, если вы акции, сосуды пережатые, движение, оно не дадет просто до больного угла. А как еще? Так, надо следующее, не важно. Дальше пошли. Вот сердце, но здесь, правда, трудно показать. Печень на вдохе смещается на 6-8 сантиметров. То есть, она проходит больше марафонец и грудной клетки. Здесь, правда, трудно показать движение, а то можно было бы. Ну, ладно. Вон печень и легкие движутся. Дальше пошли. Ну, здесь показана томограмма до и после коррекции. Не будем мы это сейчас слушать. Видите, расстояние гораздо больше стало. При поперечном срезе печень показана. Вот печень и желудок здесь показаны. Показали. Ну, вот, вот, видно. Ну, здесь просто сейчас долго объяснять, времени нет уже. Сейчас. Причем, значит, резко усиливается капиллярный кровоток. Вы должны понять, что есть такая наука, это сердечная гидродинамика. она еще до сих пор не разработана, но сердце размером стула. Его мощности по всем физическим законам ее недостаток, что протолгуют кровь во все мельчайшие капилля, ну, по большим сосудам протокол. Значит, основное сердце у вас это работа сердца. За сердце выполняет не сердце, сердце только водителя ритма практически, а мышцы большие. Какие? например, самые большие мышцы это ягодичные примеры. Диафрагма. И вот за счет этих мышц, если будете работать мышцами, ягодичными, вы можете сидеть и вы можете здесь кровоток усиливать, сокращать мышцы. Это вам даст гораздо больше, чем сердце. Вот разработанные методики за счет сокращения мышц то, что может и сердце, может каждый человек себе, ну, в течение месяца увеличить минимум на 50%, это уже доказывает. То есть, если у человека, например, и пробудить дополнительные капилляры в сердце, артерии капилляров в сердце, значит, у вас тромбоз, например, отрывается тромб, попадает в сердце мгновенная смерть, это часто у спортсменов бывает и так далее. А если вы капилляры в сердце нарастите, они пробудите, они есть, но они спящие там. Есть технологии, которые пробуждают эти капилляры, и тромб оторвется, он даже загуборит какие-то артерии, а оставшуюся артерию возьмут из себя работу. То есть, резко сократиться. Количество смерти от бракет. Да, да, да. Более того, спорт полезен или вреден? Вреден. Вреден. Простой пример, в Доме ученых клуб любителей бега был. И там они долго занимались, там академики, доктора, кандидаты, но занимались но не тем. Бегали до нагрузки. Большинство не доживало до 70 лет, к сожалению. И все. Почему? Потому что есть такой понятий, вариант сердечной деятельности, что сердце может по человеку, это статически установлено, полтора миллиарда сокращений за всю жизнь. Если превышать норму, то человек уже вышел. Башин износился. Давайте наверх побыстрее. То есть надо умеренно тренироваться, не до... Не до... Так, пошли дальше. Все есть сейчас. Вот одно из оборудований, вот эти пояса, которые поднимают внутренние органы и заставляют их... Они анатомически подобраны и заставляют подниматься внутренние органы. Дальше пошли. Ну ладно, это не важно. Вот простой пример. Приходит человек вот с таким животом спустя 35 минут сеанса. Но это не рекорд. Здесь подъем 12 сантиметров уборка. Но это не у всех, конечно, у некоторых меньше. Но в среднем 4-5 сантиметров это гарантия на любых. Это зависит от уровня жировой прослойки и так далее. Но их хрустя уже полчаса. Да, да, он уже такой. Причем видно даже, как мы фотографируем человека до и после. Приходит сутул и уходит более-менее нормальный. Дальше пошли. Ну ладно, это неинтересно. Вот. Девушка-горнолыжница. Было 3 межпозвоночные грыжи. После этого она стала полноценной спортсменкой. В этих поездах. То есть, специальные поезда не были? Не, ну там еще ряд других. Вот собачка. Была хромая. Была хромая, огрызалась очень с диагнозом спаки в брюшной полости. Вот она сейчас небольшая методика массажа. Вот она такая нормальная бегает. Ну не бегает стоит. Вот собака. Нормальная сейчас. Собаке внушению не поддаются. Потом. Потом. к сожалению, заниматься гораздо труднее, чем принять несколько таблеток регулярно. И поэтому здесь определенные болевые ощущения. Но те, кто этим воспользуется, они не пожалеют. Дальше. Вот личный опыт профессора Варт-Барона. Вы можете почитать. 1,86 лет. Окружность талии уменьшилась со 106 до 92 сантиметров. Вес снизился от 90 до 86 килограмм. Исчезла болезнь в области желудка и так далее. Возросла устойчивость в высиленной позе Ромберга. Вместо утомления всегда появилось ощущение бодрости. Спустя... А? Ну, это за... Какое время значит так, вначале надо раз в неделю заниматься. Ну, месяц, да, примерно. Потом все сокращается, сокращается. Что сокращается? Нет, смотря какая стадия. Что сокращается? Время гимнастики. Я имею гимнастики сокращается. Нет, ну там специальный комплекс упражнений есть. Специальный комплекс упражнений. Ну, вот. На этом... Сейчас, еще одну минуточку. Время кончилось, да? Да, время кончилось. Сейчас, одну секундочку еще дополним. Ну, давайте, если что-то важное. Ну, если кому вопросы, то... Сейчас, сейчас, сейчас. А, вот еще маленькое. Если мы хотим достичь успехов в демографии, у нас очень большой разрыв между учеными и конструкторами начальной стадией, конечной, и серединой. Середина у нас полностью выбито. А без этого, без без научной смены сейчас детей давайте учиться и всеку. Дети не могут освоить большой объем. Не могут. Да, есть виды науки, в которых только один-два человека из тысячи могут освоить. Надо искать... А почему? Почему? Очень сложно. Во-первых, старость у вас всех консерватистов появляется. Пусть сорока лет что-нибудь не умеет, но что-то бесполезно. Особенно профессора, но тоже опыт. И так далее. Вы большой статистик. Ну все, на этом я кончу. Хорошо, спасибо большое. Сейчас, иди собрайте. Чернов Михаил Петрович приглашается. 66257. 66257. Семьи. Я понимаю, что все устали. Это у вас институт. я еще не помню. Я-то врач-анколог. Он в Буковску тоже, он тоже. Буковский. Да? Ну он же все равно. У вас зачитывали? Да, зачитывали. У вас есть? Никакой или так, изменяющий. У нас сейчас задали, как мы их сейчас говорили. Ужаски не слышали, я вам задал. Так, сверху. Александр Борисович. Кажет, является, что у меня случающий. И говорит, у меня получилось, случилось, вы получили, говорю, Это очень праздник. Угу. Спасибо. Что-то волнует. Что-то колебало. Ты мне-то колебал. А что вибрации? А вибрации, что означает? Витя, 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 витя жизни. Вот умение шевелить структурами своего тела, контролируя, умело, свой позвон, как тянуть, плечи развернуть, плечи животворящий, у вас внутри, вы его несете. Ну, это вздох облегчил. Хорошо. Первый элемент. Через нос, животом, включаете структуру дыхания. Это как раз диафрагма включается. И помощь сердцу открывается. А если вы еще и мышцами своими шевельните, подтяните, разверните, всю структуру свою соедините, эти тоненькие нити в себе раз, вверх, нити. То есть я представитель музея письменности и буквари народов мира. В Сталинграде он находится у нас. И как письменности и буквари народов мира. Два музея письменности, второй – буквари народов мира. Два разных музея. Два разных музея. Музей русской письменности и музей письменности и буквари народов мира. Но там идет речь об одном и том же. Вот мы слышим фразу. Буква закона, буквально Хотелось бы знать, где буква, где закон А где бук, да? Да, мы потеряли эти вещи Или слово серебро, молчание, золото Простите, где молчание, где золото Народная мудрость звучит, но она внутри перекрыта Поэтому нам нужно конкретно У меня программа называется луч Личное участие человека Если ты себя не чувствуешь Если ты себя не связаешь Если ты себя не ощущаешь Понимаете? Сейчас скажу простые слова А кто поможет нам в судьбе? Своей Чтобы лучше разобраться Чтобы людям на своей земле в единстве быть И постараться налад Чтоб все дела пошли Как выполнить ее задачу? Возможности отцом-творцом открыть Чтоб лучше было Не иначе Чтоб лучше это построить Да не нарушить Не расстроить В единстве сила Каждый может Себе, семье, стране поможет И вера, и луч, и знания света И открывается дорога И это энергия отца-творца Причем это творческий потенциал Что Владимир Ильич сказал в свое время? Потрясающе простые слова Коммунистом может стать тот Кто освоил все знания Накопленные человечеством И вот как раз Открыть в себе Всему началу Чтоб в нас От звезд до начала Что-то что-то звучало А как? Вертикаль подтянули Плечи развернули А в точке сборки Вертикали-горизонтали Третья ось Встройка называется Открылась Развернулась Пробудилась Досталась Там, где сломалась Поймите, что У меня была травма И несовместимая жизнь Я бы вынужден был заниматься Врачи мне бросили Скля, с тобой все А я вот сейчас Все те, кто меня оценивал Их никого нет А я вот В своем возрасте Забыл по-моему А с ними это молодец А какой год Цифр Так То есть, получается, что Вы уже может chciaться Подняли Все можно Я представитель Академии физической Путоны Где нам давали информацию Человек самоуправляемый Самосовершенствующий Самопрограммирующий самовосстанавливающаяся, саморазвивающаяся система. И то, что я вам говорю, это дуга в круг, круг в спирали. Как болезнь называется информационная? Кто скажет? Болезнь информационная. Любая болезнь. Ничего. Это пугали. Ребята, недух называется. Понятно? Недух. Так вот, кисаться в дугу, круг в спирали, и распирается так. Что самое главное, что это символы, соединяющие все символы вверх. Смотрите, золотая вправо идет. Видимое золотое. Невидимое превращается. Что я сказал? Это как раз полумесяц. Да не полумесяц это. А это как раз видимое и невидимое в точку. Крест. Точка. Треугольник вверх, треугольник вниз. Точка. И в итоге мы к источнику подключаемся. Земное и небесное соединяются. Копчик. Это у нас внутри, да? А вот голова и плечи это вверху. Вот так крест животворящего находится у нас и каждого из нас. А наследие слова родного здесь и сейчас открывает пути. По нам данной информационной сети. Себя посети. Это слово было известно давно. Не было этих электронных устройств. А слово посетитель и посети было. А в слове заложено знание. А это сила. И журнал у нас был такой, да? Знание сила. Ну а если не проявляется практически у каждого из нас. И вот я вам сейчас покажу. Это кстати я взял и покажу вам всем. Вот это вы сможете. Только быстренько. Сейчас время уже, да. У нас все. Да нету. Я же вам показываю практику. Не разговоры. Давай. Это, видите? Лучи, которые внутри человека и снаружи. Ни в одной больнице нет такой техники. Это гидравлики военно-морского флота. Это первое. Второе. Вот видите лицо. Если вы посмотрите. Все точки на лице со всеми органами соединяются. Вдумайтесь. Шевельните. Подтяните. Разверните. Соедините. Внимание свое себе. Верните. И вера луч, и знание света. И открывается дорога эта. Самое главное, что это универсальное знание для каждого из нас. Наследие слова родного. Здесь и сейчас открывает пути. Себя при сети. У меня все. Спасибо. Непомнящая Аликтина Борисовна. Санкт-Петербург. Общество мужества. Председатель совета матерей солдат инвалидов. Членов их семей. Просим вас. Спасибо вам большое. Санкт-Петербург. Общественная организация солдат инвалидов мужества. Я как бы продолжение Галины Петровны и Аллы Яковлевны. Проблема у нас у солдат инвалидов даже чипизация. В общем, ребят отправляют мамы в армию, а они оказываются в психиатрических больницах. Назад возвращаются за кодированными. Вы знаете, чтобы не отвлекать время, я просто... У меня масса заявлений. Десятки от мам, от родителей, от жен этих солдат инвалидов. Я прочитаю только одно написанное в нашу организацию. И вам будет многое ясно и понятно. Заявление. Прошу вас помочь мне. Так как куда ни обращалась, ничего не получалось. Пишет одна из мам. Мой сын такой-то, да, был призван в армию в 2007 году. Я до сих пор не знаю точно, служил ли он в армии. Или сразу с поезда оказался в психиатрической больнице. Не знаю. Месяц я искала своего ребенка. Я прошла семь кругов ада. Забрали в армию, и он пропал. И никто ничего не мог сказать, даже жив ли он. Я позвонила на горячую линию. Благо, одна женщина принесла мне телефон. Оказалось, что мой сын в Хабаровске, в психиатрической лечебнице. Через некоторое время сообщили номер телефона больницы. Я дозвонилась главному врачу, и первые слова, которые я от него услышала... Ну, признавайтесь же вы, что сын у вас олигофрен. Я на него накричала. Скажите, а как олигофрен мог поступить в университет Лобачевского на исторический факультет, да еще на бюджетное отделение? В общем, сына кое-как комиссовали. Он вернулся домой. С тех пор мы забыли, что такое покой. Это 12 лет назад. Он стал слышать голоса. Только голоса очень странные. Раньше люди слышали голоса, но эти голоса были на религиозную тему. Растопчи крест, плюнь на икону. Я возила его по монастырям. Думала, нечистая сила прицепилась. Пока однажды не заметила, что моего сына буквально преследуют люди с сотовой связью. Они ходят за ним по пятам буквально. Пристраиваются сзади и буквально тычут ему в спину сотовый телефон. Дальше больше. Ухожу на работу и тут я что-то забыла. Распахиваю дверь и вижу двух ребят с ключом. Они шли к нам домой, в мою квартиру. Увидев меня, они бросились удирать. Отбежали из подъезда и стоят, ждут, когда я уйду на работу. Красть у нас нечего. Квартира съемная. Но в этой квартире мы начали болеть. Там стояла аппаратура. У нас жгло пятки. Очень сильное головокружение. И часто бежала кровь из носа. Я поняла, что это какие-то излучения. После того, как я застала тех двоих возле квартиры, я написала заявление в полицию. Тогда за нами стали не просто ходить рафинированные мальчики и девочки с сотовыми телефонами, но и под окнами дежурила машина. А сын слышал голоса все чаще. Они заставляли его пойти в полицию и написать заявление, что он якобы изнасиловал женщину. Называется имя женщины, фамилия, подробности изнасилования. И я поняла, что это никакая не нечистая сила. Он слышит голоса реальных людей. Они заставляют его идти в полицию. Мы из Нижегородской области. Переехали в Москву, в Сергий, в Посад. Но это ничего не изменило. За нами ходят люди с сотовыми телефончиками. И сыну стало еще хуже. Теперь он постоянно по психушкам. Я объехала все золотое кольцо. Люди с сотовыми телефонами – это пси-операторы. И они не оставляют его в покое. Я очень прошу вас помочь нам. Мне нужно оформить пенсию. Так как работать он все равно уже не сможет. А я его вытянуть не смогу. Недавно умер муж. Тоже через этот самый телефон. Вот. А если со мной что-то случится, как он будет жить? И главное, что он ничего не помнит. Он исчезает на 5-10 дней. Да, его уводят по этим телефонам. Когда возвращается, он ничего не помнит. Возвращается без вещей. Избитый какой-то, непонятно. И вот таких самых заявлений у нас десятки в организации идут. Как помочь этим людям? Вот. Я обращаюсь и к ученым, и вот в общественные, во все организации. И в полицию. Вот полиция, видите, вместо оказания помощи, да, только усиливает действия. Вот. Вот это все. И единственная еще просьба. Просто необходим. Вот 25 лет, значит, как мы работаем с этими ребятами. Нет ни реабилитационного центра, да, и медики. Медицина бессильна. Поэтому вот еще раз обращаюсь. Пожалуйста, что-то надо предпринимать. К ученым, к медикам. Вот. И необходимо реабилитационный центр. Просто необходимо. Спасибо. Спасибо.